Когда вы расписывали девушек, то есть это был боди-арт, это вы сами расписывали или что это такое было за проект? Это были настоящие девушки, это были поролоновые куклы. Это был я настоящий, девушки были настоящие. У Всеволода Мечковского более 7 тысяч картин и 19 выставок за всю творческую жизнь. Несмотря на то, что, как признается сам художник, однажды его вдохновили дальневосточные пейзажи и море, свои работы он посвящал людям и жизни, неподдельной, такой, какая она есть. А напротив меня чувака сожгли. Сел Сталин Ильич, мне кажется, у вас было очень богатое прошлое, которое как раз-таки позволяло вам писать такие необычные картины. Только высунешь нос, а тут богатое прошлое. И его быстренько-быстренько рисуешь. Не стесняться в мыслях, словах и поступках для художника это главные принципы. Родившись в Сибири, вопреки обстоятельствам, он с первых дней доказывал, что быть нормальным, обыкновенным попросту скучно. Душа просила большего. Человек же, он же подобен Богу. Вот нам РПЦ рассказывает, что мы рабы божьи. А я с этим не согласен. Никакие мы не рабы. У нас частичка искра божья. Ну не то, чтобы наравне, но тянемся, тянемся, тянемся. Раб, он же не тянется. Он же дик-дик-дик-дик. Просто покланы бьет. Нет, не хочу быть рабом. Сейчас художник переехал на побережье Черного моря. Говорит, не сошелся характером с местным климатом. Здоровье теперь дороже. Но Владивосток любить не перестает. Обещает через три года к своему юбилею развернуть в портовом городе большую выставку. Для меня Приморье – это полупьяный боцман, плавбаза советская Приморья. Зимой он ходит босиком, поливая морской водой из шланга. Причем босиком у него лапы красные. Он не мерзнет. Вот он такой, конечно, закаленный. Приморье все не так. Если друг, то друг. Если враг, то сразу в морду. Без этих самых. Укусит и меду даст. Тут народ конкретный. За время беседы Мечковский то и дело возвращался к словам, что возрастом он уже не молод, что все события остались позади. Но человек, который до сих пор так ярко вспоминает лихие девяностые и так умело обращается с крепким русским словом, просто не может называть себя старым. Каждому бы молодому таких смеющихся глаз и философского, жизнеутверждающего отношения к жизни. Ольга Продан, Дмитрий Сухоруков. Новости на восьмом.